Всем привет, ребятки! Сегодня я вам покажу, как же буквально за минуту выйти из депрессии, выйти из тильта. Как же наладить своё ментальное состояние и сразу стать счастливым человеком. И у вас в жизни будет всё хорошо. Всё, что нам нужно, ребятки, это кухня. Стой, 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 не выключай это видео. Я просто проверял, реально нужно тебе это видео или нет. И как я понимаю, ты всерьёз заинтересован этим вопросом. Сейчас в видео будут реально годные советы от пацанов, которые прошли депрессию и тильт. И как они из этого вышли. Так что садись и слушай. Если что, друзья, хочу сказать сразу. Если у вас какие-то проблемы с родственниками или же проблемы со здоровьем, в этом, друзья, вам точно не помогут. И никакое видео на ютюбе вам больше не поможет. Поэтому это очень серьёзные проблемы, в которых вам поможет только специалист. А мы приступаем к ролику. Сейчас мы, друзья, разберёмся с более лёгкой проблемой. Это тильт. Не путайте, друзья, тильт с невезением. Лично я заметил за собой это два состояния. Первое это тильт, когда я делаю какую-то чушь всё время в игре. И проиграю овер много игр. И второе, друзья, это перегорание. Это когда вы, например, проигрываете из-за плохих тиммейтов, интернета, мамы, папы и других. Суть заключается в том, что вам просто не везёт. Вы всё делаете правильно, но просто ловите в лицо. Итак, друзья, чтобы избавиться от вашего онлайки, нам просто нужно выключить игру и пойти гулять. Если не с кем, то просто идём играть в игру другого жанра. Это важно. Чтобы избавиться от тильта, нам нужно просто проделать огромную психологическую работу. Для этого вы включаете там смешные видосики и наслаждаетесь. И только когда вы чувствуете, что вас уже попустило, друзья, вы просто включаете какую-то фоновую красивую музыку и продолжаете дальше играть. И только когда у вас пойдут первые победы, вы почувствуете, что тильт ушёл, и вы опять получаете удовольствие от вашей игры. И теперь, друзья, одна из самых сложных и больных, так сказать, точек у пацанов – это девушки. Друзья, запомните раз и навсегда, в раннем возрасте, в подростковом возрасте никогда не заводите серьёзных отношений. Это можно считать от 13 до 18 лет. Если вы нашли какую-то девушку, и вы думаете, что она всё, она та самая на всю жизнь, друзья, это не так. Запомните, даже если вам она кажется, что она та единственная, это в 95% случаев это будет не так. Не уделяйте 100% времени своей девушке. Уделяйте больше времени себе. Больше денег уделяйте себе. Вкладайте в саморазвитие. Вкладайтесь в себя. Дарите лучше подарки своей маме, родителям, бабушке, чем просто вливать всю кучу денег в свою девушку. Даже если вы ещё не зарабатываете, и вам дают просто родители деньги, не вкладывайте их в девушку. Лучше вкладывайте в себя. Саморазвитие. Займитесь спортом. Устройтесь на какую-то секцию. Просто начните где-то зарабатывать деньги. Поверьте, на моём опыте я от первых заработанных денег получил намного больше удовольствия и счастья, чем за год отношения с девушкой. Поэтому, друзья, это самая огромная ошибка нынешнего поколения, что в подростковом возрасте заводить серьёзные отношения и думать, что эта девушка та самая. Сейчас налетят по сути комментарии. Ой-ой-ой, тебе 18 лет, что ты такое говоришь? Но, друзья, я это рассказываю пацанам, которым там 11, 12, 13 лет, и которые думают, что они нашли первую девушку в жизни, и они думают, что она та самая и будут уделять ей всё время. И самый, наверное, друзья, полезный совет из этого видео всегда будьте мужиком, как бы это ни значило. Всегда готовьтесь поучить по ебалу. Не бойтесь, вы от этого не умрёте. Никогда не бойтесь кому-то дать по ебалу. Не подставляйтесь, не позволяйте себя унижать. Всегда заступайтесь за того, кто слабее вас. И поверьте, это люди заметят, и вас будут уважать, принимать повсюду. Это очень большой и хороший будет у вас, так сказать, галочка в жизни, что вы мужик, и вы просто не боитесь дефолтных вещей. То есть начинается драка, друзья. Друзья, если вы понимаете, что драка неизбежна, всегда бейте первым, потому что она уже неизбежна, и никогда не смейте убегать. Даже если получите по ебалу, все будут всё равно видеть, что вы не отступили, и возможно вы потом в 90% случаев вы потом с этим челиком ещё будете дружить. Если вас в какой-то компании унижают, просто, друзья, уходите из этой компании, не подставляйтесь, не позволяйте себя унижать, потому что вы будете тряпкой, и люди поймут, что можно постоянно над вами издеваться. Только когда вы проявите своё «я» и научитесь, так сказать, давать ответку, люди поймут, что вас не нужно лучше трогать, и возможно в скором времени вы станете одним из лидеров, или даже единственным лидером и альфой в компании, что вас смогут все и бояться, и просто поймут, что с вами просто так не поступить, и просто вас просто так не обидеть, что вы можете дать ответку. Это, друзья, очень хороший и главный, наверное, совет в жизни, никогда не давать заднюю и не давать себя унизить. Поэтому, друзья, с этими всеми советами вы, друзья, сможете добиться успеха и стать мужиком с яйцами. Эти, друзья, все советы не я придумал, я их прочитал множество историй на реддите, и просто сделал, так сказать, общую картину из всех историй, и понял, что нужно сейчас современному мужику, и просто как не стать обузой в обществе. Так что, друзья, если я вам как-нибудь помог, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а на этом всё, никогда не впадайте в титр, всё будет хорошо, всем удачи и пока!